Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Пешки – душа шахмат. Это крылатое выражение Франсуа Фелидора известно каждому любителю нашей игры. Но в то же время чисто фигурная игра всегда производит большое впечатление. Сегодня мы с вами рассмотрим красивую партию четвертого чемпиона мира Александра Олехина против выдающегося немецкого шахматиста Зигберта Тароша. Партия была сыграна в мангейме в 1914 году. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон С4, слон С5. С3 играют белые. Конечно, в этой позиции самым популярным является ход конь Ф6 с тем, чтобы на Д4 разменяться и дать шах слон Б4. Но Зигберт Тарош останавливает свой выбор на ходе ферзь Е7, так называемый вариант с удержанием пешки Е5. На Д4 следует не размен, в этом случае белый конь получает хорошее поле на С3, а отход на Б6. Здесь белые вынуждены будут искать другие маршруты для своего ферзьевого коня. 2-0 играет Олехин. Следует отметить, что это же положение встретилось в партии тех же соперников, но с переменой цвета, в Баден-Бадене спустя 11 лет. Игравший в том поединке черными, Олехин пошел конь Ф6, напав на пешку Е4 и в дальнейшем сумел создать мощную атаку на белого короля, продемонстрировав весьма искусную игру в этой непростой системе итальянской партии. Но в нашем поединке Зигберт Тарош, играя черными, пошел Д6 и открыл своего белопольного слона. А4. Конечно, здесь можно сыграть А5, но в этом случае ослабляется поле Б5, поэтому Тарош осторожно продвигает пешку на одно поле вперед. Слон Е3. Играют белые, подкрепляя центральную пешку Д4. И здесь лучше было выйти конем на Ф6, но Тарош пренебрегает развитием королевского фланга, связывая коня ходом слон Ж4. Он создает давление на пункте Д4 и вынуждает белых определиться. Что же будет делать Олехин? Заберет на Е5, либо продвинуть свою пешку. Александр Олехин предпочел продвижение пешки с нападением на коня. Конь Б8. Далее будет конь Д7. Белые могут забрать на Б6, разрушая пешечную структуру соперника, но Тарош надеялся получить достаточную контр-игру за эти пешечные изъяны путем овладения линии С. После конь Д7 ладят С8. Поэтому Олехин принимает решение напасть на слона черных и задать вопрос своему партнеру, что же он будет делать со своим слоном. Можно отойти на А7, но ладя на этом поле расположено не очень удачно. Поэтому Тарош принимает решение разменяться на Е3. После размена в лагере белых появилась пара сдвоенных пешек, но это не пешечные слабости в полном смысле этого слова. Пешки контролируют ряд важных полей в центре и на королевском фланге. К тому же обрела активность ладья. Ферзь может быть переброшен на королевский фланг. Конь Ф6 играет Тарош, наконец нападая на пешку Е4, но конь БД2. Конь БД7. В этой позиции лучше было сразу сыграть Б4, предупреждая появление черного коня на С5 и далее переводя ферзя через поле Е1 на королевский фланг. Но Олехин решил сразу сыграть ферзь Е1. Он конечно видел, что после конь С5, а именно этот ход сделал Тарош с нападением на пешку Е4, можно защитить эту пешку, сыграв ферзь Б1. Далее последует Б4, отгоняем коня и возвращаемся на поле Е1. Здесь черным следовало сделать рокировку. После Б4 отойти на Д7, далее перевести слона на Ж6, создавая давление на пешку Е4. Но Тарош делает труднообъяснимый ход С8. Когда такой сильный шахматист, как Тарош, делает подобный ход, то начинаешь задумываться, а с той или иной Е встал известный гроссмейстер из Германии. Что он дальше хочет сделать? Неужели Б6 и далее С7? Совершенно непонятно. По сути, это чудовищная потеря времени, дезорганизация собственных фигур. Б4 играет Олехин. Конь СД7 и конь Х4, имея в виду конь Ф5. Далее, Ж6 и ферзь Е1. Белая постепенно, следуя четко выверенному плану, усиливает позицию на королевском фланге. Тарош не желает оставаться пассивным наблюдателем и пытается создать контур-игру на ферзевом фланге, играя С6. Конь ХФ3, взятие ЕД. Белая при своем ходе с удовольствием сыграли бы Е4, держа центр закрытым. Но Тарош не упускает возможности пойти Е4 сам, напав на коня. И если пойти конь Д4, то конь Е5. После хода Ф4 с нападением на коня, возможно, конь Д5. Известный тактический трюк, использующий незащищенность Ф4. Ну а если пойти ладья Ф4, то слон Д7. И все-таки слон находит себя в этой партии. Далее следует ладья С8. И черный контр-атакует по вертикали С. Вместо этого Александр Олехин отступил конем на Ж5. Что же делать черным? Х6, играя Тарош, нападая на коня. Здесь плохо Ф4, пытаясь использовать связку пешки по причине конь Х7. И черные уже сами используют связку коня Ж5 по диагонали, забирая фигуру. Поэтому конь сразу отскакивает на Х3. И здесь черным следовало сделать естественный ход конь Е5. После коня Ф4, слон Ф5, Х3, с идеей Ж4, Х5, слон Б3 ладья С8, С4. Получалась вот такая довольно непростая позиция. Далее конь может перейти на Д4. Ну у черных свое поле на Д3 для коня. В общем положение примерно равное. Но Тарош делает ну совсем уж плохой ход. Ферзь Е5, нападая на пешку С3. И при этом пытаясь своим ферзем побороться против фигур соперника. Он имеет в виду после ладья С1 сыграть конь Ж4. Что он и сделал с нападением на мат. Но все-таки лучше было сделать рокировку. В то время как взятие на Д5 наказывалось очень жестко. Взяли забрали конь Ф4. Нападая на ферзя С4. Далее конь Д5. И у черных очень большие проблемы. Но все же конь Ж4. Сыграл Тарош. Он напал на мат. Но естественно белые мат не зевнули. Конь Ф4 пошел Олехин. И на Ж5 контр-атаковал коня соперника. После взятия на Ф4 следовало даже не моментальное взятие на Ж4. А ЕФ. И после отхода ферзя забираем коня. Поэтому Тарош сразу отскочил конем на Ф6. Тоже сделал и Олехин. Отойдя на Е2. Конь бьет Д5. Сыграли черные. После взятия ферзь Д5 и конь Д4. У черных лишняя пешка. Но катастрофическое отставание в развитии. И куча слабых полей. Нужно отметить, что поле Ф5 лакомая позиция для ладьи. Если теперь сделать рокировку, то нападаем на ферзя. После конь Е5 следует С4. И ферзь находящийся в центре доски просто пойман. Поэтому пришлось бы отскочить на А2. Но все равно охота на черного ферзя оканчивалась для белых полным успехом. Нападение ферзь Б2, конь С4 и ферзь пойман. Можно было, конечно, после конь Д4 сыграть конь Ф8. Но ферзь Е2. Имею ввиду переброску коня на поле Б6. Еще одно слабое поле в позиции черных. Слон Е6. С4. Далее ферзь Е5. С5, Д5. Играют черные С6. Прорываемся. Ну и тут понятно, что черным уже очень плохо. Поэтому ферзь Е5 сыграл Тарыш. Он продолжает ходить ферзем. В то же время, как белые фигуры наносят один удар за другим. Конь С4. Ферзь Д5 нападая на коня. Но конь Ф5. Косвенная защита. После взятия следует вилка. Поэтому черные решили отойти королем на Ф8. На рокировку, кстати, вилка на Е7. Конь Ф6. Начинаем сбор урожая. Угрожает ладья Ф7. Поэтому защита ладья Д1. Еще один удар. Ферзь С6. В этой позиции белые могли забрать на Ф7. После ладья бьет Ф7, ладья Ф7. Забираем ладья Д7. И в любом случае последует конь Е5, вилка. Но Александр Олехин играет ладья Д4. Еще одно сильное опорное поле для белой фигуры. Б5 играет Тараш. После взятия на проходе развивает слона. Но на коня Ф5 просто сдается. Он теряет слона Б7. Вот такая разгромная партия, в которой Александр Олехин доказал силу своих фигур. Зигберт Тараш принял несколько труднообъяснимых решений. Прежде всего это перевод слона через С8 на Б7. Также задержался он с рокировкой и потерпел заслуженное поражение. Если это видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok